Привет. Я не Мэджик, и со мной тут мои питомцы. Видео, наверное, самое тяжелое из всех видео, которые я снимала когда-то в своей жизни. Я очень долго не могла его снять. И я думала, что я еще, что я уже могу рассказать. Хотя прошло уже достаточно много времени. Я думаю, вы заметили, что очень давно нет роликов на каналах. Не только на этом, на нашем Мэджик Фэмили, но и на канале питомцев моих. Я реально думала сегодня, что я не заплачу, что я нормально расскажу. Я не знаю, почему так вышло опять. Я очень давно пытаюсь снять это видео. Точнее, не то, что пытаюсь, я не пыталась. Я тянула время. Хотя ничего уже не изменить. Простите. Я думаю, самые бредные подписчики поняли, что происходит. Даже сейчас уже понимают. Просто моя жизнь. Я думаю, что жизни каналов наших, они разделятся на до и после. И я даже не знаю, будет ли что-то после. А может, наоборот. Не знаю. Моя самая первая собака. Наши Васик. Любимый многими. Ему больше с нами нет. Это произошло не вчера, не позавчера. Достаточно давно. Просто я... Я не могла ничего сделать. Просто... Не рассказать. Один раз я нашла в себе силы, чтобы написать новое, что случилась беда, поэтому потерпите, подождите видео. Айван умер. Кто смотрит наши ролики давно, кто следит за новостями, тот знает, что у него были проблемы с сердцем в последнее время сильные. И мы поехали в свое большое путешествие. Так рада, что он успел поехать с нами. Что мы месяц путешествовали. И все вместе. Хоть он уже не ходил с нами в какие-то тяжелые места сложные. И многие, наверное, заметили, что его почти не было в роликах. То есть он уже более вялый, более, менее активный. Что-то случилось с сердцем в один день. Просто. Наверное, я понимаю, что вы наши зрители, вы часть нашей жизни, вы часть нашей семьи. И я не могу не рассказать. И я не знаю, я не представляю, как будет дальше, что будет дальше с каналами. Особенно с каналом Magic Pets, где есть семейка. И они все вместе все делают. Я это говорю не потому, что там... В общем, я это говорю потому, что я знаю, что наши зрители ждут видео. Что вы ждете. А я даже не могла рассказать об этом. Сегодня, когда я садилась, я была уверена, что я не заплачу. Я думала, что уже столько времени прошло, что я смогу сдержаться и рассказать вам все нормально. А не так вот. За пару дней до его смерти кое-что произошло. И я снимала это на видео. И собиралась выпустить. Я не знала, что потом случится такое. И я не знаю, что делать, потому что мне кажется, что вам было бы интересно посмотреть. Что было за пару дней до того, как с ним приключилась беда. Как с ним это случилось. И потом... Что случилось дальше. Это еще более для меня мистическое событие. Я просто даже не знаю, как это объяснить себе. Мы похоронили Эйвена недалеко от дома, рядом с большими нашими тремя елками. Четырьмя. Я говорила о том, что мы заведем на 3 миллиона нового питомца. Подписывайтесь скорее, чтобы нас как можно быстрее набралось. Еще не успели мы собрать 3 миллиона. А у нас не стало Эйвена. Как это произошло? Все было нормально. Он пил таблетки. Все было хорошо. И вот в один прекрасный день Он зашел с прогулки. И ему явно было плохо. Я поняла, что с ним что-то не так. И стала сразу звонить, писать ветеринару нашему, который знает, чем он болеет и что и как вообще. И было предположено, что у него случилась язва из-за лекарств, как у людей. Побочные эффекты. То есть лекарства серьезные, тяжелые от сердца. И было прописано лечение тоже. И ветеринар сказала, сделать вот это, вот это, купите вот это и поехать в больницу. Мы все сделали. Купили лекарства, сделали уколы ему. Уже был вечер, и я собиралась на следующий день поехать в больницу. Я спросила, насколько это срочно. Возможно, это был просто сердечный приступ. Я не знаю. Мы не успели узнать. У меня до сих пор в голове стоит страшная картинка. Эйвен был очень слаб, и ему было очень плохо. Он практически не мог ходить, как будто у него отнимались ноги, лапы. Но я не понимала, что происходит. И я на всякий случай снимала что-то для того, чтобы послать ветеринару что-то на видео. Просто чтобы потом, если... Что рассказать вам о том, как Эйвен болел, и почему не было роликов. Я не думала, что все это закончится, его смерть. И у меня не уходит картинка из головы. Я положила его на подушечку и решила, что утром поедем. На всякий случай сдадим разные анализы, сделаем УЗИ. Но так как мы уже его лечили, так как мы вкололи лекарства, которые нужно было, так как мы все сделали, я ожидала, что... Я надеялась. Как обычно бывает, когда ты делаешь какое-то лечение с собакой, все нормально. Я не знаю, что... Я сейчас поняла, я сейчас рассказываю, что у меня стерлось из памяти все. Я не понимаю, почему. Я не помню ничего. Как будто мой мозг просто взял и стер то, что происходило специально. Уничтожил, как будто вырезал из памяти. Я помню только один единственный кадр. Он очень громко дышал. И он дышал так... В какой-то момент ночью, почти утром, он перестал дышать. Я помню, как он лежит на этой подушечке с открытым ртом. Его глаза закрыты. И на подушке, около рта у него какая-то темная жидкость высохла. То ли его вырвало. То есть, как будто он умер, и оно вышло. Что-то темное. Может, это была кровь. Я не знаю, что это было. И этот кадр, как он лежит на этой подушке с открытым ртом, закрытыми глазами. И рядом лежит вот эта вот жижа черная. И вокруг летают мухи, потому что были мухи в доме. Они еще не ушли в спячку. И вот эти несколько мух. Это такой ужасный кадр. Мы замотали его в простынку и похоронили. Пока что положили простенький камешек, потому что у нас сад делается вокруг. И территория еще не очищена полностью. Потом я хочу найти какой-нибудь красивый камень и положить ему. туда. Я положила туда ему в могилку игрушку и лежаночку, подушечку, на которой он лежал. В апреле следующего года ему было бы 11 лет. 10 с половиной было его, но когда он умер. Странно, что до этого он исчез. И я снимала это. И хотела рассказать и показать. Если вы захотите, я покажу, как это было. Я не знаю. Для меня каждый кадр, связанный с Эйвоном, это воспоминание. Я когда сидела и смотрела весь вечер ролики с Эйвоном, я не могу представить, что его больше нет. Это очень большая часть моей жизни, Эйвон. Но он моя самая первая собака, по сути, если не считать собаку моих родителей. Самый первый мой малыш. Софиша его сестра младше него всего лишь на полгода. Мне страшно подумать, что будет дальше. Я не хочу. Я очень долго собиралась это сказать. Я знаю, что я долго. Я тянула время. На канале питомцев уже больше месяца нет видео. И здесь тоже. И я просто, я не знаю, я не могла собраться с силами. Никак просто как будто тянула время. Я все время тянула время. Конечно же, я буду жить. Конечно же, я возьму себя в руки и буду жить. Это просто очень тяжело. Очень трудно осознавать, что его больше нет. Когда больше-больше нет кого-то, с кем ты прожил 10 с лишним лет. И я не знаю, что бы я делала, если бы он был единственной моей собакой. Я не представляю, что переживают люди, у которых уходит одна собака, единственная собака. Я рада, что я наконец-то сняла это видео и поделилась с вами. И вы хотели бы веселых роликов. И хотели бы радости, веселья. Вы приходите не за тем, а сюда. Но этот момент настал. Больше всего я не хотела никогда думать об этом. Я никогда не думала об этом. А если мне приходили какие-то мысли, я их всегда отгоняла. Я думаю, что я верю в это. И я сама вам говорила в то, что когда от нас уходят наши родные, близкие и наши любимые питомцы, они смотрят на нас сверху и не хотят, чтобы мы страдали и плакали и убивались. И хотят, чтобы мы жили дальше. Я знаю, что вы меня поддержите. Спасибо вам большое. Я знаю, что вы поддержите нас. Спасибо вам заранее за это, за ваши теплые слова. Через что мы только с вами не проходили. Не через такое, конечно, но все же многое нас объединило в этом мире, в этой жизни. Давайте все вместе скажем Айвену прощай. Айвену прощай.